Телеканал Первый Городской и Одесский Гормолзавод номер один представляют. Итак, добрый вечер, дорогие друзья! С вами программа «Одесса готовит обед». Генеральный партнер нашей программы – Одесская Национальная Академия Пищевых Технологий. А вот партнер нашей программы – это самый вкусный Одесский Гормолзавод номер один. Локальный производитель термостатной молочной натуральной продукции. Вы знаете, заводу только три года, но все его одесситы знают. А помогает мне сегодня руководитель группы «Куйбол». Игорь, он же гитарист, он же певец, он же продюсер группы «Сдоп-шиздоп». Ваши аплодисменты! Всем привет! Игорь, первый вопрос. Как вы пересекли границу? Все-таки между нами есть граница. Ну, пересекли вот здесь. Спокойно. И помидоры мы привезли с собой? Конечно. У нас в Молдове помидор тоже ценится. Ну что ж, Игорь, скажите, пожалуйста, что мы по традиции готовим два блюда. Блюдо готовит Игорь, и блюдо готовлю я. Какое блюдо вы будете сегодня готовить? Я буду готовить сегодня фаршированный помидор. Фаршированный? Да. Это хорошо. В Одессе все любят фаршированную рыбу. Гефелдефиш называется. Лимон какой-то будет фаршированный помидор. Я вам покажу фаршированный помидор. Хорошо. Давайте мы отпустим помидор, чтобы я мог с вами общаться. Помидор идет в зал. Аплодисменты. Это наш помидор. Символ праздника. Итак, расскажите, фаршированные помидоры. Надо рассказать рецепт, потому что я вижу, многие достали ручки, блокнотики и будут сейчас записывать. Какой рецепт вашего блюда? То есть для этого нужны помидоры. Я, видите, я тоже приготовил и желтую микаду, и красную микаду, для того, чтобы было вкусно. Микаду я люблю, потому что самый вкусный помидор. Безусловно. Я знаю, что в Молдавии это уже из микады. Сейчас только этот сорт в топе. Итак, расскажите. Все очень просто. Срезается шапочка. Да. И лодочкой выковыривается серединочка. Серединочка. Не полностью. Так, чтобы место сделать для начинки. У начинки есть свой, значит, свой рецепт. Да. Значит, мы смешиваем моцареллу немножко с дрынзой. Добавляем туда базилика. Добавляем туда петрушечки. Перчика. Еще пару секретных ингредиентов. Все это заполняется. Опять же-таки накрывается шапочкой. И дальше это можно употреблять в сыром виде. Можно запечь в духовке. А можно даже на гротаре. Это что такое? Гротар? Гротар. Гротар – это мангал. А, на мангале. То есть понятно. Если вам не слышно, вы скажите, мы сделаем чуть громче. Всем слышно? Да. Фаршированные – это рецепт фаршированных помидор, приехавших к нам из государства Молдова. Единственное, я тебя хочу огочить. У нас нет моцареллы, у нас есть брынза с гормолзавода номер один. Замечательно. Но я тебе хочу сказать, если ты попробуешь, ты прозреешь. Она не хуже, а даже лучше. А вот это, вот это, это такая редкая вещь, называется маскарпоне, которая тоже делает гормолзавод номер один. Продается на развес. Можно купить любое количество и недорого. Итак, дорогие друзья, первое блюдо будет от Игоря. Это фаршированные помидоры. А я вам расскажу салат. Этот салат, это любимый салат моей семьи. Делается он очень просто. И на базе этого салата я покажу, как сделать очень вкусный соус для шашлыка. Острый, вкусный соус для шашлыка. Итак, мы сейчас будем, каждый будет готовить, рассказывать постепенно, что мы делаем, для того, чтобы было все понятно. Игорь рассказал, он сейчас будет отрезать верх помидора и серединку вынимать. Так, что тебе нужно для этого? На тебе тарелочку для серединочек. Ножик у тебя есть? Нож у меня прекрасный, все есть. Так, чем-то тебе помочь? Да, в принципе, думаю, справлюсь. Хорошо. Итак, а я буду готовить салат. Самый простейший салат из помидоров готовится очень просто. Берется вот такая вот сочная мягкая микада, и на терочку натирается большую миску. Я пока буду натирать, и вы будете все видеть постепенно. Поехали! Поехали! Можно готовить. Итак, дорогие друзья, значит, мы потерли помидор на терочку, добавили соли, добавили перца, и добавляем подсолнечного масла, можно жареного. Жареного еще вкуснее. Но жареного сегодня нету, есть просто рафинированное, поэтому вот так добавляем. Скажи, пожалуйста, вот вместо сметаны это что вообще? Это маскарпоне, это нежный такой творожок. А, то есть, в принципе, если я его добавлю сюда в брынзочку, он не помешает. Добавить, смотри, у нас есть йогурт гормол завода, у нас есть ряженка, у нас есть сливка. Сливка, не знаю, мне кажется, сметанку лучше, нет? А, сметанка, у нас есть сметанка, вот. Давай сметанку мы добавим, она не помешает. Итак, что произошло у Игоря за это время? Он брынзу, перетер брынзу, добавил туда кинзы, да? Я не заметил, кинзы ты добавил? Попробуем. Да, это кинза. Еще петрушечку добавлю. Это сельдерей. Это сельдерей, а он петрушка. Базилик, базилик. Вот базилик. И вот петрушка, да. Да. Базилик можно добавить тоже. Он вообще прекрасно сочетается с помидором. Так, немножко. Так, ну что ж, дорогие друзья, итак, прошло буквально 5 минут, и мой вкусный салат готов. Это такое летнее блюдо, добавьте сюда где-то кубиков 10 льда, или положите в холодильник, чтобы оно охладилось. И его можно использовать к любому блюду. Это мясо, это рыба, это достаточно вкусно. А главное, знаете, все нужно есть по сезону. Вот рекомендую, Игорь, попробуй. Блеск. Вот. Отлично. Очень удобно, не надо особо жевать. Так сразу раз, и раз, и уже в организме. Но это просто такая разновидность салата. Почему-то его готовили в моей семье всегда, и я к этому привык. Потом я узнал, что, оказывается, есть в Италии похожее блюдо, только туда добавляют еще перец, чеснок, огурец, и подают тоже холодный суп такой у них есть. Да, 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 да. Холодный суп. Слышал, слышал. Вот. Теперь на базе вот этого вот моего салата можно приготовить теперь острую, вкусную приправу для шашлыка. Для этого нам понадобится добавить туда еще лука, такая зелень, как кинза, петрушка, красный перец и чеснок. Кстати, мне чесночок тоже нужен. Тебе тоже нужен, пожалуйста. У меня этого чеснока много. Два-три зубочка. Прекрасно. Так, есть чем выдавливать? Нет, есть нож. А, будем нарезать. Будем нарезать. Будем нарезать мелко. Так, ты добавляешь туда еще зелень. Я добавляю зелень, да. Все-таки зелень, она придает аромат. Я добавил сметанки, она придала вязкости. И очень хорошо будет. Но надо попробовать. Да. Надо попробовать начинку, потому что вкус помидора-то я знаю. Так, еще чесночочек сюда. Чесночок, потому что без него никак. Без него никак. Дорогие друзья, можете мне поверить, потом в конце программы мы желающим дадим попробовать. Но на самом деле это получается очень вкусно. Потому что, когда ты готовишь с открытой душой, с чистыми руками и хорошими натуральными молочными продуктами гормолзавода номер один, всегда получается вкусно. Потому что продукция гормолзавода придумана одесситами для здоровья одесситов. Итак, я продолжаю украшать. Вот группа кришнаитов подошла к нашему празднику. И в то время, как я буду нарезать ингредиенты, у нас пошла фоновая музычка. Мне нужно все-таки еще немножко брынзочки. Брынзочки? Есть терочка еще? Есть, конечно. Давай. Что-то я зелень немножко... И в то время, как я буду нарезать ингредиенты. приготовки безусловно всегда нужно проверять на вкус это всегда потому что я вот сейчас понял что мне их то есть зелени оказалось больше чем мне показалось нужным я добавил еще брынзочки добавляю еще все-таки сметаны для более вязкости вот и осталось теперь только разобраться с дозой чеснока ну чеснока нужно я так понимаю по вкусу вот именно у меня в принципе начинка готова сейчас мы будем определяться с чесноком а мы еще добавляем чеснок вы еще не добавили так я добавлю еще луком приправу для шашлыка уже можно не мелко уже можно кольцами добавлю еще один зубочек чеснока по вот это хорошо чеснок это полезно во-первых полезно для организма во вторых если есть не дай бог дома демоны то чеснок это первое дело это точно так я добавил лук теперь мне тоже надо чеснок но мне приправу нужно чеснока много нужно много потому что это приправа для шашлыка хотя она получается такая вкусная что можно есть просто с хлебом я тебе хочу угостить продукция горбового завода я хочу знать как ты человек ты человек не одессит я не знаю вряд ли у вас есть такая продукция выплана вся продукция изготовлена из молока экстра это высшего качества молоко и сделано термостатным способом то есть закваска попадает каждую бутылку отдельно и здесь происходит выражение и закваска вот есть йогурт так это чуть ли не номерная бутылка по с каждой бутылку со знаком качества рекомендовано министерством здравоохранения для употребления каждый день вот попробуй йогурт вот скажи мне скажи мне что он такой вкусный да вот настоящий пахнет молоком вот вся продукция неважно что замечательный горбового завода очень вкусный так ладно мы продолжаем у меня приправа почти почти не совсем еще но почти готова мне не хватает еще добавить туда вкусной петрушки я когда-то попал своим товарищем он у меня ремонтировал пароходы попал на грузинский пароход и там меня повар научил этой приправе я тебе хочу сказать вот ты сейчас попробуешь ее и поймешь не хватает во первых шашлыка пусть мне бы нужно поперчить пожалуйста есть перец чесноком есть перец чистый тебе какой давай чистый у меня чеснок уже есть нажимай на кнопку и все готово мне на самом деле осталось немного у меня все готово перед тем как наполнить на фаршировать помидоры мне буквально взбрызнуть оливковым маслом чуть-чуть и это у нас тоже есть и у меня все готово к сожалению оливки не произрастают в одессе но с тех с тех времен вот сколько лет одессе столько уже приводится оливковое масло для одесситов так что у меня йогурт вообще волшебный просто масло отличный освежает летом я сейчас чувствую что все выпьем все выпиваю нас еще этого йогурта так оливковое масло есть а я не так я не буду добавлять оливковое я добавлю сюда немного подсолнечного масла так что-то тебе помочь нет всем не осталось сбрызнуть я могу наполнять все наполняем у меня настаивается приправа ну что ж дорогие друзья для тех кто подошел я расскажу мы готовим два блюда это фаршированные помидоры фарш идет у нас брынза чеснок зелень и еще готовим приправу для шашлыка где идет тертые помидоры много зелени и лук перец красный перец черный и чеснок соль по вкусу у меня практически все готово не нужно у меня брынзочка брынза соленая достаточно соленая я добавлю немножко черного перца для остроты и аромата ну что ж давайте помогать буду фаршировать я уже все сделал свое нет 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 это сок помидор он же сочный он дает органы до безусловно ну и нужно таскать найти соответствующую крышечку я так полагаю я думаю можно поменять крышечки ну почему вот у меня все совпадает я так полагаю вот у меня один помидор готов у меня готов второй помидор ну и третий так сейчас мы красиво сделаем тарелочку для этого ну что дорогие друзья вы только что присутствовали при съемке программы одесса готовит обед сегодня у нас в гостях группа куйбул игорь и солист игорь и руководитель гитарист он готовился и вкусные фаршированные помидоры это молдавский рецепт старинный секретный но он сегодня всем рассказал одесситам как готовить вкусные помидоры я сделал вкусную приправу для шашлыка мы сейчас закончим программу съедим по шашлыку чокнемся бокалами какими-нибудь ну пока давай ты попробовал йогурт я тебя хочу угостить еще вот таким вкусным вещь кефир у нас такими кусками идет будем здоровы у нас программа о здоровье будем здоровы будем здоровы ну и дорогие друзья я не мог отпустить игоря не попросив его спеть что-нибудь из репертуара любимой его группы куйбул это самая популярная песня ваше внимание аплодисменты этой музыки веселые звуки этой песни простые слова пусть услышат капризные ушки звуки муки прошедшего дня до это музыка солнца лето знойного дня звуки моря прибоя обнимите меня па-да-па-пай па-да-па-пай это музыка вечерняя вечерних свиданий вечерних свиданий вечерних свиданий пения песен и чтение стихов саксофона любимого нами милых женщин прекрасных цветов да-да-да это музыка солнца лето знойного дня можно танцевать звуки моря прибоя обнимите меня па-да-па-пай 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 па-да-па-па это музыка бессонных ночей терпких вин веселья и слез в эту ночь я не останусь один 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 мы с тобой пойдем слушать музыку эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А мы по традиции идем в зал и угощаем. Есть желающие попробовать, что мы готовили? Мы начинаем наш разговор, движением лодким режем вдоль поперед, а по губам уже сок, съедаем красный помидор! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова